Здравствуйте, уважаемые телезрители, на ТВ программу «Открытый эфир» я, Владимир Банчиков, с удовольствием представляю гостью в нашей студии поэтесса, публицист, общественный деятель, кстати, награжденный медалью за заслуги перед республикой Бурятия, Елизавета Бильтрикова. Лиза, здравствуй. Здравствуйте. И сразу же первое. Поэт в России больше, чем поэт? Это не утверждение, это вопрос. Ну, вы знаете, сейчас это звучит не априори. Я бы сказала, это когда-то было актуально, а сейчас поэты больше безмолвствуют, поскольку другие времена. Времена всегда одинаковые. Люди, может быть, разные, или власти другие. Власти, скорее всего, да. А с чем, на твой взгляд, развитие интернета, подавление свободы слова? Ну, нет же у вас такого напрямую, правильно? Ну, мне казалось, всегда казалось, что поэт, писатель должен быть в арабаторе каких-то перемен, вообще событий, исторических, ну, каких-то, скажем, потрясений, больших и малых. Но сейчас, вот в нынешние времена, голоса поэта, писателя как-то не очень слышно. Не знаю, он как-то задвинут голос. Хотя действительно интернет-пространство присутствует, говорит сколько хочешь, о чем хочешь. Но как-то в сонме всяких звуков голоса поэта не слышно. И, ну, были времена, когда вот в Политехническом музее собирались наши поэты, говорили, и это была эпоха потепления, так скажем, да. Сейчас вроде то тепло, неплохо, а все равно голоса такового нет. От чего это зависит? Я не знаю. Вот вопрос, я бы сказала, риторический. То есть, ты сама не понимаешь, поэтому ты уходишь немножко вот в такую вот, да, вот твоя последняя брошюрка, я даже не знаю, как назвать. Не-не-не, а это не, ну, я понимаю, ладно, крайне. Да, свеженькая. Выразимся. Свеженькая. Зайком Сергея Кужугетовича. А ты уходишь в такую полу-юмористическую, полусерьезную, не то что поэтическую деятельность, но тут самое удивительное лично для меня было, да, когда я прочитал там половину твоей вот этой брошюрки, это афоризм. Вот с чем это связано? Вот именно с этой эпохой? С тем временем, в котором мы живем? Нет, я там сделала предисловие небольшое, ну, какую-то мотивацию, да, свою объяснила. Почему я решилась вот на такую книжку, поскольку это все у меня где-то копилось, в столе держалось столько времени, хотя вот еще с юных лет, студенческих, я вот пишу там, ребята мне говорили, ты записывай, Лиза, хоть что-то. И вот Аннушка Шульгина «Царствие небесное», но она была у меня в 2002 году на моей презентации первой, самой книжке «С одна души», это в филиале Новосибирской академии проводили, и она там сказала такое, что твои слова, Лиза, мне до сих пор помогают жить. Я говорю, боже мой, Анна, что за слова-то были? Я записывала, она сказала, она очень умная девушка, вдумчивая такая была, мы все ее помним, конечно. И вот мои однокурсники были Ангодкин Алексей, Шульгина, Галла Попова, ну, много там было, нас как-то собрались мы. И был Карнышев Константин Григорьевич, Бояр Сономач Тугаров, вот они давали мне как бы путевку в жизнь, в литературу в тот день. Это было 11 мая 2002 года. И когда Анна сказала такие слова, я подумала, боже мой, надо бы заглянуть в ей. Она говорит, у меня они записаны? Когда-нибудь посмотрим, Лиза. И мне было интересно. И когда я работала на БАМе тоже, вот так вот со мной, мы сидим, друзья, товарищи, потом кто-нибудь возьмет, что-то запишут. Я говорю, а что записаешь? А за тобой? Это просто твоя какая-то вот фраза, которая вылетает просто. То есть ты даже не думаешь. Совершенно не придавала значения тому. И как-то вот нынче мне чаще стали говорить, а почему бы не опубликовать? Что-то я ношу в голове. Я могу забыть, куда положила вот это все. А вот какая-то вот такая интеллектуальная память, она живет в тебе с измельства. И я запоминаю хорошо. Маленькая была, услышу по радио песни, там сразу запоминала. Ну вот, кто что сказал. Порой, может быть, забудешь то, что ты сама сказала, да? А вот кто что сказал мне, я это вот помню. Ну, из речения, конечно, они всегда вот коловродились, сидели тут. Как-то изнутри работали. И я решила написать. И мне сейчас очень много добрых откликов. Нет, просто замечательно. Да, я по уровню твоей афористичности могу тебя, ну, сравнивать это дело тут бесполезное и такое неблагодарное. Да, ну, с Жванецким, я так бы сказал. Мне говорят, как Жванецкий, говорят, выходили из меня и читали. А, тебе тоже говорили, да, про Жванецкого? Да. Но у меня другого, более афористичного автора я просто не знаю в нашей нынешней, современной, тем более русской литературе. Это тебе спасибо, мне за что. Я просто констатирую факты. И вот я еще хочу прочитать отзыв московского писателя и сценариста Павла Великанова о тебе, да? Коротко очень. Берегите Байкал, берегите его замечательную дочь, нашу русскую поэтессу Елизавету Дулаане. Это, видимо, твой песизданин, я тут понимаю, творческий, да? Никто, кроме нас, этого не сделает. Будьте здоровы, дорогие байкальцы, и пусть всегда вам улыбается Байкал, и пусть всегда вас согревают стихи, так полюбившиеся мне. Вот какими стихами ты такие отзывы заслужила? У тебя есть конкретно, или он целый сборник прочитал, господин Великанов? Нет, в 2010 году, я в 2009 вышел в сборник «Мой край у Байкала», и я с этим сборником полетела в Москву. Есть, конечно, друзья-земляки в Москве, есть бамовцы, за моей спиной бам, 17 лет стажа бамовского. И они приглашают. И ученики мои, бывшие, я преподавала русский язык-литературу в школах, в гимназии, в таксиму. И, ну, знаете, вот сейчас связь такая мобильная, и интернет, и все, и пригласили. Я ездила, выступала, и была вот в Дубне, в Объединенном институте ядерных исследований, там работает. Там же закрытый, по-моему, город. Ну, конечно. И вы знаете, я просто, ну, я бывала там в Наукограде частенько, поскольку наш родственник, человек Даши имя мне, Лиза, живет там. Харжиев Юрий Николаевич, физик-ядерщик, который работает. Вот я в этой книге о нем много таких, ну, много слов сказала. И стих есть посвящение, и такой преамблу в прозе я сделала. Кто такой Юрий Николаевич Харжиев? Это гордость, действительно, бурятского народа. Человек единственный, работающий над коллайдером, международном коллективе. И он 41-го года рождения, а жена его работала много лет в заведующей библиотеке, научно-исследовательской. Конечно, они организовали встречу. Вот. Я хочу сказать, где бы я ни говорила о Байкале, поскольку я родилась на Байкале. Начнем с этого. Я родилась в селе Корсакова. А, ты вообще на самом Байкале? Ой, ну, прямо, ну, не у воды прямо. Все, все. Ну, Корсакова, знаете. Ну, конечно. Корсиканцы. Да, да, Корсаковцы. Да, я вчера вот как раз с нашим Корсаковцем говорила, ну, Корсиканцы с байкальской душой, в этом что-то есть. И, вы знаете, вот Корсакове угораздило родиться мне в новогоднюю ночь, в момент наступления нового 1957 года, с 56-го на 57-й. Это как раз-таки космическая какая-то эра, вот это все, да, вот, 56-й год, когда первые спутники. И Юра, который вот и с космосом, и с ядерной физикой должен был в будущем заниматься, соприкасаться всю свою жизнь, Юра Хэ, наш Юра Хэ, любимый, он забежал 16-17, 16-ти лет, парень, от роду, и закричал, Лиза, назовите Лиза. Конечно, не в церкви крещеный и нареченный я человек, но вот эта незримая связь между нарекшим и нареченной, она существует всю мою жизнь. И вот буквально вчера я с ними тоже перенесла. Ну, это фактически твой крестный отец, да? Да, конечно, конечно. И он всегда так это негласно наблюдал за мной, оказывается. Это чудесно совершенно, люди замечательные. И, вы знаете, я хочу сказать, вот где бы я ни говорила о Байкале, это всегда интерес такой. Интерес, я как бы в этом убеждалась, что даже само слово Байкал сразу людей уже забораживает, настраивает на какую-то волну. И, естественно, среди этой дитуре далекой, где я выступаю, единицы людей, которые были на Байкале, и я вижу, как они хотят туда приехать, к нам. И вот родилась я в новогоднюю ночь, прям первую минуту Нового года, в родовом доме. Ну, это вообще замечательно. Я говорю... Да и не в больнице, нигде, а прямо дома. Вот именно. Сестра старшая родилась в Улан-Удэ, брат младший родился в Байкале, Кударе, а мне вот так вот угораздило, повредило. Так повезло. И мне часто мама говорила, когда я с рванишечкой такой девочкой росла, по крышам скакать, очень любила, и говорила, ты разобьешься, ты недаром нам праздник испортила. Она не чаяла, она не думала, что буду я рождаться там под Новый год, потому что гости собрались, и какие-то там застули скромненькие деревенские были. И в эту минуту я начала, как говорят, как стукнули куранты, и я начала там рождаться, говорят. Праздник испортила, а сейчас вот реабилитируясь, и вообще до поздних своих лет я никогда не говорила об этом. А теперь, когда, ну, там, 50-50 мне стало, я стала как-то так... Поздние года, Лиза, я тебя умоляю, не говори так больше никогда, никому не смущай людей. Сколько у тебя книг на счету на твоем? Поэтических сборников, эссе, публицистики? Давай, разделим. Или ты делаешь сборники? Нет, 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 сборники стихов были. Я писала вообще очень короткие стихи еще в студенческие годы. И, вы знаете, в студенческие годы писать такие строки «Иду твоим я берегом, Байкал, у шеи моих коснулся легкий ветер, как будто кто-то мне сейчас сказал, пусть будет путь твой и красив, и светел». Там, коротенькие такие. «В одиночество угол загнан, мечись мучил тоской» и так далее. Вот такие. И если бы я напечаталась бы, Карнышев Константин Григорьевич преподавал нам литературные курсы. Мы, человек 20, учились у него. Ангодкин, Алеша, Дончинов, Жерлов, Матхонов, они в газете работали тоже довольно много лет. И я, и Карнышев Константин Григорьевич, вот с светлой его памяти, это был удивительный души человек. Мы с ним на протяжении четверти века поддерживали отношения, поскольку мы земляки с ним. И когда я написала какое-то маленькое эссе, зарисовочку по заданию учителя о детстве, я написала, я родилась в Корсаковске, и там места какие-то воспила. Но стихов я никогда не показывала. Мне казалось, это такая страшная тайна. Это такая великая ответственность. На все это настолько интимное, да? Ну, как бы. Вы знаете, у меня у самой какая-то вот такая мера какая-то вот просто. Мера безмерная, простите за масло масляное. И мне страшно казалось. И он мне говорил, Лизочка, вы можете очень хорошо писать. Вы там какие-то мне обнадеживающие такие слова хорошие говорил. Он сказал, мы с вами земляки. Мы ходили там, за Корсак ворвали там по болотам клюковку и так далее. И как-то так он стал паотически ко мне так относиться. И я к нему подочернил, так скажем. И у нас очень такая близкая духовная связь. Я написала о нем стихотворение, вот здесь есть. Собственно, вот посвящение я никогда особо никому не делала. А все началось с моего учителя. То есть он подвиг тебя именно печататься? Не, он печататься подвигал, то он меня прямо буквально с молодых ногтей. Поскольку, когда я читал, всегда... Ну, я не могу себе говорить так его же словами, да. Но просто хочу сказать, что он какую-то надежду питал, что этот человек... Ну, а я уехала. Уехала на бан, затерялась. И, конечно, позднее замужество. А в стол-то я все писала. Я человек ненормальный. Я пишу, работаю ночами. А бан потом, вы знаете, это обрушение всех этих систем наших советских, да. И постбамовское время-то, конечно, очень много такого тоскливого, так скажем, да. Когда безденежье такое. Или здесь, на большой земле, или там оторванный. Когда вылететь нельзя. Если ребенок заболел. Вот об этом я пишу здесь тоже немножечко. Грустные стихи такие, да? Нет, не грустные стихи. Там эссе такие, прозочки я пишу. И о замечательных людях на бане. Да мне, знаете, я очень многих людей люблю. И мне так охота... А без любви как стихи-то писать? Да, конечно, конечно. И мне часто говорят, а как вы так всем находите слова? А как же? Кажется, заслуживает. Понимаете? Иных уж нет. А те уже далече. А обо всех хочется сказать. Никого не обидеть. Потому что, вот, знаете, когда Карен Шев Константин Григорьевич в 2000 каком же году? В третьем году выпустил «Чудодей» книжечку, да. И он пригласил меня. Русский драмтеатр был в национальной библиотеке. Он меня пригласил как свою ученицу. И так вот меня, придерживая супруга своей за спину, так и запомните это имя. И я, знаете, и он вообще меня называл человеком великого духа. Ну, какие-то испытания жизненные были. За что? Давай без ложной скромности. Ой. Ну, если, конечно, можешь рассказать, то, пожалуйста, если нет. Если уж совсем там личное, то... Есть какие-то личные моменты, которые... Они уже так находят, выливаются какие-то строки, страницы, да. Ну, какая-то... Какая масса накапливается, накапливается. Критическая. Какие-то твои эмоции там и так далее. Вулканчик, я говорю, вулкан, он никогда не спит. Он же работает там, безумная работа идет. Так ведь? Да. А потом уже легко. Так? И на несколько километров. Да, конечно. А самая работа, это вот там идет. Он никогда не спит. Бешеная работа. И это идет. И вы знаете, мои однокурсники многие помнят меня как скромную девочку. Я скромный человек. Ну, судя по тому, сколько я тебя пытался найти, пригласить сюда, и ты, да, на самом деле скромный человек, это минус в данном случае для тебя, потому что мы с этого разговора начали. Ты говоришь, что поэту у нас немножко вот задвинуто. Так если вас не догонишь, потом, когда догонишь, что уговаривать надо, чтобы вы пришли. Это вот один из таких минусов. Это ложная скромность, я бы сказала. Все, молчу, продолжай. И вы знаете, вот Дарима Шагдарова, она однокурсница, одногруппница моя. Я всегда, ты доктор филологических наук во втором поколении. Я говорю, она говорит, ой, Лиза, ты так скажешь. И учились вместе, в одной группе рядышком вот сидели. И она говорит, Лиза, ты такая скромная была, ты такая, это, галочка Попова тоже. Потому что вот когда на первой презентации она ведущей была, удивительный человек тоже, и говорила, вот Лиза, Аня, Лиза Хорожеева, Аня Шульгина, они такие у нас умные были. И они еще со мной разговаривали. И я думала, а они со мной о чем разговаривали вообще? Ну, так скромничал человек, она умнейшая девушка. И это, меня часто спрашивали, я какую городскую школу закончила. Я скажу вам, школу я закончила цагатскую, бурятскую, национальную. Бурят-Халтеви. Меня, значит, на первых... Это же священное место. Ну, конечно, я причастилась к этому месту, к этой местности. Видимо, я вот, знаете, с годами думаю, какие-то пазлы складываются так. Меня так выпулило из Корсакова. Было такое, знаете, так локальное наводнение. Почему-то топило только нас. И нас переселили по переселенческому билету, да? Мы выехали в Ильинку. Один год там прожили, скотину держать невозможно. И мама заладила в Архерик возле города, в Архерик возле города. А в Ильинке встретилась удивительная женщина в четвертом классе. Корсаковцев я, конечно, обожаю. Своих первых учительниц. Ольгу Прокопьевну Кушееву. Замечательная. И она до сих пор вспоминает, Лиза, как ты читала «Бурю мглою», это было что-то. Я скромненькая девочка, но когда что-то читать, из меня что-то вырастало. Что-то из меня выстреливало. Я не знаю, что это такое было. Буря мглою. Актрисой-то не была. И вот как мне говорят, что я актрисой-то, я никогда. Я не могу сыграть подхалимство. Какое-то вот такое вот это. Это мучиться. Ну, у некоторых это врожденные. Ну, ладно. Но вообще, как актеры, они это мучат. Это какое-то состояние души, наверное, вот было, я так думаю. И я читала. И вот она до сих пор вспоминает и говорит, даже с соседнего кабинета. Учительница зашла, спрашивала, кто читает. Нет, я просто хотела. Кто-то не выучил. Там учительница, конечно, была в досаде такой, что она, почему вы не выучили. А я думаю, если я выйду, я обрадую. Не от того, что выскочка, да. Я обрадую. И она перестанет и красивой улыбкой будет смеяться своей. Лиза, огромное спасибо за беседу. К сожалению, я очень многим говорю, что, к сожалению, тем людям, с которыми на самом деле очень интересно разговаривать, время программы у нас строго ограничено. Поэтому я хочу дать тебе возможность высказаться стихотворением, пожалуйста, какие-то слова, пожалуйста. Спасибо большое за приглашение. Дорогие земляки, без всяких комментариев я хочу прочитать и обратиться к вам словами из своего эссе. Мы живем на берегах Седого Байкала. В окрестностях Святой Чаши Матери Земли и Неба Отца. Земля вокруг Байкала священна. Я горжусь тем, что кровно связано с Байкалом. Моя родословная уходит глубоко корнями в эту священную землю. Наши старцы утверждают, что всякий, кому суждено родиться на этой земле, наделен от природы умом, силой, здоровьем и осыпан благодатью мудрости, независимо от света кожи. Может, это и есть тот самый оберег, отводящий от нас кровопролитие и братоубийство в это смутное время? Еще в 17 веке, проезжая мимо Байкала, первый ссыльный протопоп Аввакум делал свои записи. Многое удивило и восхитило эту самобытную личность. Столетие спустя Николай Рерих оставляет в своих дневниках, сколь прекрасна эта земля, столь она и загадочна. Скрижали судьбы так распорядились, что наша бурятская земля стала приютом для многих декабристов, которые не только полюбили этот край, но и навсегда породнились с ним. Что за добрый народ эти буряты, восторгался Николай Бестужев, так и живут истари на этой земле. Бог о бок и русский и бурят. Дай Бог и дали в веках мира и согласия между нашими народами. Я всегда говорю, самое главное это человеческое в человеке и людское в людях. Замечательные слова. Подпишусь под каждым из них. Особенно мне понравилось то, что ты процитировала старцев. А то, что они говорят, это вот ты, олицетворение вот этих слов. Талант, молодость, красота, здоровье, сила. Дай Бог тебе оставаться еще такой, еще 50 лет как минимум. Спасибо огромное за твое творчество, творческих тебе успехов, ну и конечно же здоровья. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, я напомню, что гостей программы «Открытый эфир» была поэтесса, публицист, член Союза писателей Российской Федерации Елизавета Бильтрикова. Я, Владимир Банчиков, прощаюсь с вами. Всем самого доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok